друзья мои приветствую вас всех у себя на канале сегодня хочу вам рассказать тему которая очень волнует меня это это довольно глубокая тема но давайте по порядку родила я своего это будет повествование обо мне о моем сыне и об его отце родила я своего сына в неполные 26 лет была в замужестве ждали какое-то время чтобы случилась беременность когда она случилась у нас пошли разногласия до беременности у нас разногласия не было абсолютно когда уже родился сын у нас разногласия были такие уже очень серьезные и получилось так что мы развелись проходит какое-то время 26 лет назад мой муж подписывает мне бумагу что он отказывается от сына а я забираю исполнительный лист это было обоюдное согласие я думаю что мы оба были неправы я конечно не могу сказать за его отца потому что его уже нет живых но я говорю о себе что то я совершала ошибки это одна из ошибок которую я сделала и и и в общем связь была прервана после того как мы развелись правда мой муж приходил ко мне но приходил как сказать он у кого узнала мой адрес я до сих пор не знаю я предполагаю кто дал ему мой адрес но сказать точно я не могу а вот ну в общем он приходил когда выпивал он стучал дверь колотил он звонил но в общем были всякие моменты и потом получилось так что он потом я переехала он все равно он еще раз нашел мой адрес но тут уже нашел адрес для того чтобы выяснить какие-то юридические моменты и мы в общем тот момент вот подписал эту отказную она сына теперь случилось так что его уже пять лет нету на этом свете и в общем сыном он не общался кстати я была не против чтобы когда приходила вот когда колотился он говорил я вообще не к тебе пришел в час ночи а к сыну я говорила ну давай сына встречайся трезвый днем и всегда у мы договаривались на конкретный день я уговаривала своего сына что он должен пойти с ним пообщаться сын был против но я всегда говорила пожалуйста ради меня сходи пообщайся но я не знаю сын может быть его и ждал я думаю скорее всего каждый ребенок ждет своего отца но он не приходил однозначное время может он забывал я не знаю но факты и остается фактом и в общем они не виделись не мой сын не его отец ним друг друга не видели после того как мы разошлись разошлись он еще был совсем кроха это волнительная тема потом когда он ушел из жизни меня не позвали на похороны мой сын рассердился ну в общем проходит время сын мудреет я мудрею и я уже собиралась когда в казахстан мы с мужем проговаривали что я хочу поехать на могилке к отцу его найти эти могилки его ну как то я хотела соединить моего сына с его отцом и вы знаете чудо незадолго до моего отъезда в казахстан мой сын говорит мама ты не знаешь как зовут мою сестру и моего брата он знает и я знала я всегда говорила об этом что у твоего отца в той семье есть 22 ребенка я говорю честно сына даже даже не знаю вообще никогда не слышала и в общем по приезду в скаменогорске а начала искать я начала искать через согласен через соклассников по предположительному возрасту детей начала искать по предположительному адресу какой школе они могли учиться ну в общем в результате мне добрые люди помогли я нашла адреса я нашла имена его детей и я не знала и куда мне идти и да мне я также знала адрес мамы их я пошла по адресу мамы я долго колебалась куда идти но увидите когда идешь по интуиции то всегда приходишь нужно нужный адрес и я пришла к адресу и детей к адресу 2 жены моего мужа так скажем так бывшего и я так стою спрашиваю проходят люди говорю вы не с этой квартиры вы не с этой квартиры проходит молодой человек и я у него вот просто и просто просто спрашиваю случайно вы не с этой квартиры он говорит да да с этой квартиры я говорю называю имя моего сына его зовут алмаз я говорю знаете ли вы алмаза он говорит нет такой здесь не Я говорю, он не прописан, но знаете ли вы о его существовании? Ну, в общем, потихонечку выясняется, да, он знает о том, что у него есть брат по отцу, как его зовут, он его искал по соцсетям, он его и мог найти по соцсетям, потому что, когда было моему сыну 16 лет, мы приняли решение и поменяли фамилию. Мой сын носит другую фамилию, поэтому этот молодой человек не смог найти алмаза по сетям. Вот, ну, в общем, я представилась, рядом с ним была его супруга, он представил меня своей супруге. Мы поговорили, мы съездили с ним, договорились, и мы съездили на, как я планировала, на могилку. У нас, у казахов, принято, если ты едешь на могилке, то желательно прочитать молитвы. И обычно мы искали мулу, а в данный момент я говорю, как же мы, где же найдем мулу? Он говорит, нам не нужен мула, я обученный, я знаю, как читать. И вот мы с ним поехали, мы с ним встретились, мы с ним дошли, мы побыли там, он прочитал все, что положено прочитать. Потом, после мы поехали, посидели, поговорили, пообщались. Очень хороший молодой человек. Теперь они имеют контакты друг друга. Мой сын и его брат, но он ему брат. Вот. Еще такая же удивительная встреча. Я еду в Ускаменногорске. Я, честно, очень редко пользовалась автобусами. Ну, вот в тот момент я ехала в автобусе, заходит девушка такая симпатичная, милая. Я на нее посмотрела, вот просто она очень как приятную девушку, прям притянул мой взгляд. Через какое-то время она здоровается со мной, говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, но я вас не знаю. Я в тот момент много по банкам ходила, думаю, может кто-то в банке работает, что-то не могу понять. Она говорит, а я вас знаю. Я говорю, а я вас не знаю, кто вы. Она говорит, а я сестра. Ну, и вот так, представляете, я вот встретилась и с сестрой своего сына тоже. Как могла, я так исправила свою ошибку. Может быть, это неисправление ошибки. Я не знаю, как хотите, так назовите, но я сделала то, что я хотела. Я хотела объединить, дать. Просто у каждого человека должно быть как два крыла или корни должны уходить, материнские и отцовские. И я очень рада, что это случилось. Дай бог, чтобы эти три молодых человека общались в этой жизни. Я еще этому молодому человеку говорю. Я-то, конечно, как бы вот так, если косвенно смотреть, как бы не заинтересована в том, чтобы мой сын общался с детьми моего мужа. А с другой стороны, я очень заинтересована в том, чтобы мой сын был счастлив. Я это сделала. Я не смогла это видео сказать, записать без эмоций. Простите меня. Как вы считаете, смогли бы вы это сделать? Ну, конечно, не каждый из вас совершил такие ошибки, которые я совершала в этой жизни. Единственное, что я хочу, действительно, чтобы все эти три молодых человека были счастливы. Я очень люблю своего сына. Все во имя его. Также люблю вас, мои подписчики. Кто не подписан, подписывайтесь. С любовью ваша, Кужиян. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok